так ну как там звук картинка есть я тут пока еще не закончил приготовление поэтому еще пока все не готово 10 минут мне еще нужно хорошо а я звук как звук по качеству я вроде настраивал так хорошо все но так а почему камеры для фирма нам помогать будет сербе как норм блин комментов нет ха х но если вкратце то мне в общем чуть ли не помешали чуть не чуть ли не сорвали стрим но надеюсь я как-то выкручусь почти без никаких подготовок без ничего так комменты сейчас надо вывести комменты на экран так ну фрейм рейд конечно так себе смотри детальку эй эй ой не то блин не продумал я все ладно сейчас попробуем пока можете задавать кое-какие вопросы по теме если у кого то какие то есть это комменты озвучивает да программа называется чип чип чат авто овца чат забавное название так что-то не то я не то добавил очень смешно так это я пока что пока еще подготавливаясь то будут созвучкой чат делать потом вырублю так а ну напишите что-то в чат сидимов владимир всем привет нет не работает ну как всегда только к делу и сразу все перестает работать надо дертэк салют цеплю николин можешь рассказать про язык ардуино а то в интернете видео сложно как то сергий картош это закон подлости называется так как насчет звука не слишком громко потому что я там усиление добавил в один человек в анаметре ардуино это не а сидимов владимир звук нормы дт звук нормы то что нужно антон не обидцов транзистор может не степлю а выделить ли контакты макетной платы и и а и и и так нас 17 человек я опять жру прямом эфире как всегда цифры не калей но основы языка приятного аппетита то нет я уже поел вообще но все начинает тупить да в общем чуть не сорвали мне стрим ты летит насколько же при новую вас звук походу кто-то троллит насчет моего звука блин ну и чё чат не делается прозрачным ну да в общем потому что у меня здесь на колонках и нет комментов блин почему когда я делал репетицию все работало а сейчас не работает так еще на такой какой-то action дать вам или что так А почему ток не меряет? Только напряжение. Никогда не подключайте так на ходу операционники, как это сделал только что я. Да, я надеюсь, вы закроете глаза на это. Так, что нет чата на экране? Ну, судя по всему, нет. Жаль, жаль. Нет, так должно быть. Так, что нет чата на экране? Так. 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 хорошо пусть будет так будем без чата разве что озвучку вырубить всем привет есть всем привет короче это скорее всего будет продолжение предыдущего стрима только на этот раз не такое уже длинная то есть на 6 половина часов я уже точно не сейчас еще отключил озвучку комментов потому что скорее всего сейчас будет спам привет всем так все чатик по идее есть на экране здесь вот отображается количество зрителей 19 короче ладно поехали а еще я забыл модераторов установить модераторов так ну и короче всех кто будет как-то там жестко троллить всех отстреливайте вообще х я бы хотел бы в идеале только по делу если какие-то будут коменты вопросы только по делу по теме вот метро на ардуино программирование хорошо как вы можете видеть я еще одну запись ладно не буду делать пусть youtube запишет меньше нагрузка на процессор будет а а то что то он у меня бедный не выдерживает кто сталкивался но не я это будет продолжение предыдущего стрима то есть кто было предыдущем стриме тот помнит как на чем я закончил я эту схему немного заделал здесь добавил ну в общем кое-что добавил ну и более менее привел в нормальный вид хорошо за это время пока когда я репетировал я узнал вспомнил как выставлять частоту для микроконтроллера то есть надо здесь вот прописывать значение в герцах то есть 16 миллионов 16 мегагерц и можно здесь поменять на экстерном клок нет нельзя менять на экстерном клок хорошо пусть будет 8 хоть и здесь стоит 8 но он в реале то есть начинается все уже начинается не знаю или просто 16 м или ладно и я не буду сейчас с этим всем разбираться короче не суть здесь можно добавить в протелосе этот исходник из орды найди сюда в протелосе и тут уже прям ходить в общем я вам наверное это покажу заходите в свойства свойства микроконтроллера здесь нажимаете edit firmware здесь у вас должно быть что-то типа этого авр кстати можно написать даже ардуино интересно хорошо не я пуск здесь мы выбираем авр выбираем наш процек это может быть ну вот видите сколько их здесь есть много от мега 328 п здесь у вас ордына вот ордына может не быть вы просто нажимаете компиллер здесь чекал и вот мне протелоса говорит что у меня уже ордына установлена у вас может быть не установлена то есть здесь будет кнопка download нажимаете download протелос скачет установщик ордына идея потом устанавливаете его ну желательно куда-то в папку с протелосом вот в папку с протелоса блин зря я комменты оставила они меня будут отвлекать малость устанавливаете в папку протелос потом нажимаете опять чекал если не проходит ну то есть здесь будет download вы просто нажимаете manual и собственно здесь выбирайте папку ардуино хорошо после этого мы нажимаем здесь нужно выбрать ардуино авар нажимаем ok и здесь у нас появился майн и н.о. он нам конечно же не нужен мы его удаляем риму файл и добавляем нашу прошивочку то есть наши исходники то елки-палки человек так туплю только здесь просит все файл выбирайте и н.о. ой 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 что-то я не то делаю это файл надо было нажать они от файл вот выбираем и вот он вот вот они наши исходники я здесь кое-что добавил то есть ладно чуть позже расскажу потом нам нужно сделать rebuild project вот этой вот кнопкой это по аналогии с ордыной идее идет компиляция исходников превращение кода в hex файл и т.д. и т.п. хорошо 99 строчек здесь тоже есть подсветка синтаксиса вся фигня только что он комменты не читается вся эта проблема в кодировке ладно не суть принципе ордыной идея уже можно даже и закрыть хорошо вот я все скомпилировал здесь ну давайте попробуем все таки 16 м как не рекомендовали может быть большая лучше да похоже все работает ну в общем вы поняли да в чем моя ошибка была на прошлом стриме здесь нужно было прописать чистоту потом нужно было добавить исходники потому что не нужно будет переключаться 10 раз из одно из наук из одного окна в другое здесь вот все есть процессы плюс у вас будет при отладке больше возможностей то есть давайте запустим мы заходим в дебаг и здесь вот есть мы можем посмотреть например содержимое глобальных переменных вот прям давайте сейчас поставлю на паузу вот наши ватт часы ампер часы а это уже это переменная для кнопки я там добавил кнопку которая будет переключать с ватт часов на ампер часы на дисплее давайте вам покажу ее и она там есть кстати на железе тоже вот она тут а я думаю что вам скорее всего и скорее всего ее не будет видно хорошо жесть как все сложно да если у вас какие-то вопросы по теме есть можете их задавать по теме то есть читаете название собственно по этой теме что-то задаете хорошо надо вот я подключил исходники протокол для про протокол но зачем я думаю для начала нам хватит пока что юар то дальше есть замечательная такая программка о которой я когда-то уже упоминал но но скорее всего тогда у меня не у меня были другие зрители поэтому я вам напомню называется она серия осциллоскоп 1 и 5 жаль конечно что автор на нее забил но видимо он занятой человеку у него есть много других проектов скорее всего и и работает программистом поэтому он ее и не развивает дальше вот последняя публикация 4 апреля 2013 тринадцатого года последние изменения хорошо что эта программа может нам дать сейчас вот это вот ордынка подключена к моему компу а еще здесь можно выбрать версию дебаг релиз мы выбираем дебаг когда уже будет закончена можете выбрать релиз ну прям как в серьезных проектах ну это такое здесь можно project setting settings зайти выбрать наш микроконтроллер так его частота 16 мегагерц здесь должна быть потом здесь ничего не меняем ком порт мы выбираем номер нашей ордынки нажимаем ok и теперь мы вот этой вот кнопкой можем прошить ардуину так давайте я сейчас еще россия прошу чтобы вы видели хоп и все прошилось хорошо то есть мы можем здесь прям в протелосе кодить в протелосе прошивать протелосе отлаживать кстати что забавно это я два окна протелоса почему-то открыл в спешке но не суть так что давайте можно я перейду сейчас к макетной плате опять же если у вас будут какие-то вопросы предложения можете писать мне в комментариях они меня здесь на экране будут отображаться поэтому я на этот раз увижу ваши комменты хорошо проблема номер раз я не смог раздобыть rail to rail операционный усилитель поэтому у меня здесь вот на макетке будет лм-358 дешманский вот он привет иван борисов привет хорошо как-то не камильфо пальцем показывать вот он лм-358 н операционник кто-то заметил правильно что я здесь сижу как в бульдозере то есть кручусь то в одно место то в другое что уж поделать так уж так уж у меня устроено здесь все как насчет звука когда я ухожу от веб-камеры меня нормально слышно ну а пока я жду пока вы меня пишите насчет звука вот этот вот подстроечник регулирует контраст дисплее нормально слышно да да я бы все увидел конечно же так контрасту можно чуть-чуть добавить так чтобы понимали как у меня здесь все ну скажем так почти серьезно сделано освещение все всякое такое хорошо давайте я вам расскажу об этом эта часть от моего ваттметра на базе платы diggy spark пока что я и разобрал я столкнулся с теми самыми проблемами которые и в ардуине вот этот вот вот это наш ум этот подстроечник может плюс-минус точнее минус немного убавлять напряжение которое падает ну как убавлять короче и можно немного подстраиваться но это больше для diggy spark в нашем проекте мы можем и без него обойтись и и здесь вот все так подключено к ардуинке этот подстроечник это изделителя блин очень собака чувствительный его разочник его раз тронешь и и сразу же там показатели стоят стоят другие все это потому что я здесь поставил резистор на 10 кило а в этот на 100 и собственно накручиваю какой там нужен мне номинал кто помнит с предыдущего стрима какой там номинал был у нас схеме можете написать в комментах хорошо то есть по сути это у меня шум вот эта вот часть и и делитель прямо на выходе и прямо от него я подключил к аналоговым пинам ардино а 0 и 1 точно как по схеме в на предыдущем на предыдущем стриме хорошо и вот здесь напруга берется вот у такого регулируемого блока питания здесь можно выставлять напряжение ток вот она приходит сюда уходит раз и здесь на крокодила искры искры кто-то там спрашивал будет что-то не искрит нормально ладно несут короче это наш выход здесь ну примерно 15 вольт должно быть но я еще не подстроил проблема номер два у arduino ну и как и у всех других вар микроконтроллеров почему-то дико не линейные а цп смотрите я сейчас выставлю напряжение в 36 вольт и откалибруя вот этот вот на наш ватметр который вот так вот пока собран все нормально который пока что собран формате такой вот халабуды проводов собственно здесь подключение ну в общем все все тоже что и там на схеме разве что разве что я еще добавил резистор на 10 килом по выходу операционного усилителя на всякий случай чтобы защитить порт микроконтроллера и также выход вот пишу от шунта у нас идет провод который измеряет падение напряжения по которым перебьется напряжение которое падает на шантирующим резисторы до напруги на порту мы еще зайдем вот у меня мультиметр будем мерить кстати мой любимый мультиметр не тот юнити которого я столько ждал но он в общем не оправдал на ожидании ладно не суть короче думаю вам должно быть видно здесь конденсаторы на 100 нанофарад стоят на ножку а реф ну в общем все так как по схеме здесь резистор на 10 кило прямо от шунта то есть тот на котором у нас происходит детектирование падение напряжения но я думаю вы поняли на через резистор в 10 кило приходит на операционный усилитель на всякий случай для защиты порта потом вот этот вот подстроечник регулирует коэффициент усиления нашего шунта скажем так назовем его так dt380 есть у меня дтшечка точнее вот моя старая дтшечка но я не знаю мне лично после вот это вот мультиметра вообще никакие другие больше не нравится кстати юнити здесь нет потому что он поместится слишком большой место не хватит разве что доставать большой штатив ну блин это вообще будет мне кажется чересчур ладно хорошо ну вот здесь вам в общем я надеюсь поняли чуть позже я еще продемонстрирую работу на stm32 той же самой прошивки то есть я тоже прошью эту самую прошивку не прошивку а те же самые исходники защиты в stm32 это то что с орденоподобным загрузчиком ну и мы собственно сможем увидеть разницу в точности в нелинейности и впрочем хорошо так показания видно не посмотрим сколько у меня здесь на выходе сейчас должно быть 38 вольт ровно ну ладно почти 38 сейчас я я сто раз так делал с отверткой верьте мне так ну вот примерно как то вот так ну чё то слишком уж сильно эти децимации или простыми словами колебания показаний если байт например да вот я откалибровал сейчас что сейчас происходит происходило происходило я сейчас на блоке питания выселить 38 вольт ну почти 38 судя по этому мультиметру кстати в принципе в более-менее точно показывает на удивление при при том что стоит всего-навсего 12 долларов это наверное много но лично мне он по функционалу очень нравится еще маленький ладонь на его фоне ну чуть больше чем пачка сигарет причем работает от 2 а а а батареи маленьких хорошо давайте я сейчас убавлю напряжение до 35 не осциллографа я доставать не буду он меня просто-напросто не поместится сюда ну куда его еще вот у меня почти весь стол занят куда еще его поставлю да может быть и я и зря решу на цепь потому что потому что у меня есть подозрение что я слишком большие номиналы в делителе подобрал и из-за этого ток слишком маленький на средней средней точке и любые наводки то есть даже вот наводки от сети 220 вольт да дело не в условиях даже когда это все собрать более-менее нормально все равно и нелинейность но по крайней мере у меня вот на вот этом вот варианте вот с дигес парком точно та же самая проблема была с нелинейность хотя но я не знаю возможно 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 да если все правильно развести то конечно же будет работать нормально но мы еще до этого не дошли ну как нормально нормально это все как в дата шите то есть шумы и прочее хорошо вот мы откалибровали по 38 вольтам еще раз и вот уже куда-то наплыло что-то что-то нагревается скорее всего нагревается а ну да там еще за кадром у меня стоит аккумулятор 12 вольтовый и на ножку в и подается 12 вольт то есть вот я сейчас отрублю от юсб вот он кабель а микроконтроллер продолжает работать потому что я , , , от внутреннего линейного стабилизатора так что-то я чувствую что я ухожу от комментов и Ну блин, только я начинаю читать в комменты, и сразу начинается, я начинаю тупить, по крайней мере, начинает отвлекаться туда-сюда. Хорошо, вот у нас наш ваттметр, это подобие ваттметра пока что, работает от 12 вольт, 12 вольт приходит от аккумулятора, через встроенный в ордену нано линейный стабилизатор, питается, собственно, больше 12 вольт на него подавать не рекомендуется. Так, как бы так вам показать, напряжение у нас, напряжение питания у нас 4,95, то есть не 5 вольт. Вот, как вы видите, сейчас почти 38 вольт, давайте я убавлю еще раз. 37,98. Я говорю, что этот резистор какой-то говеный, блин. Ну как говеный, он просто уже меня здесь стоит давно, и я его столько раз крутил, что он же... Короче, вот так. Это у нас уже код работает с усреднением, то есть делается 256 измерений и выводится среднее арифметическое от этих вот 256 измерений. Если бы мы делали без среднего... Ну блин, ну только я начинаю отвлекаться на комменты и... Хорошо. Комментам будет свое время, каждые, ну скажем, минут 10 я буду отвлекаться на комменты. Если бы здесь не было, то вот это вот дрожание последнего числа было бы значительно больше, чем сейчас. Скорее всего, мы даже последнее число бы не видели из-за того, что у нас слишком скачет, то туда, то сюда. Хорошо. Я вам хотел что показать. Давайте я сейчас, например, выставлю напругу в 35 вольт, ровно. Ну вот сейчас вроде как более-менее. Хорошо. В чем суть всего вот этого, что я вам хотел только что показать? У нас будет нелинейность по показаниям. Как по току, так и по напряжению. По напряжению вообще жесткая нелинейность какая-то. Поэтому, если... Ну вот, давайте, например, выставим напряжение в 4,2 вольта. То есть, напруга полностью заряженного литиевого аккумулятора. Вот, видите, наш прибор здесь показывает 4,1. Поэтому, что я вам хотел показать. Если вы рассчитываете сделать какую-то зарядку, то я бы вам советовал делать калибровку вот этим вот подсрочным резистором, как у меня. Который вы будете делать на то напряжение, которое вы будете использовать чаще всего. То есть, можно сделать калибровку по напряжению 4,2 вольта. Что мы, собственно, сейчас и сделаем. Ну, кстати, сколько там было? 4,10, да? Сколько нужно добавить, чтобы было 4,20? Вот, пожалуйста, здесь считай 4,3. То есть, литьевого аккумулятора уже будет нехорошо. То есть, имейте это в виду. Давайте делаем калибровку по 4,2 вольта. Ну вот, пусть будет 4,18. 4,25, 4,26. Ну, примерно как-то. Давайте опять вернемся к напряжению, к нашему напряжению в, ну, скажем, вольт плюс, блин, вольт пусть 15. Итак, у нас 15 вольт, а здесь уже 15,2. Вот эта нелинейность, о которой я вам говорил. В общем, можно, да, можно порассуждать, что здесь все собрано, как бы, на весу, какие-то там наводки, что-то еще. И это далеко не идеальные условия. И из этого у меня вот получается вот такая вот нелинейность. Но я делал такой эксперимент, измерял нелинейность при помощи вот этого вот, ну, назовем его высокоточного мультиметра. И у меня получалась такая картина, что нелинейность от нуля до первых 100 LSB, то есть младших задающих битов. Ну, короче, попугаев микроконтроллера при считывании с аналогового порта. В первых 100 попугаев была погрешность одна, то есть там, например, минус 2, минус 3. Я делал измерения с шажками, то есть 50, 100, дальше 200, 300, 400. Ну, нет, я делал измерения с шажками в 50. Каждые 50 попугаев я измерял погрешность и примерно от 100 у нас идет более-менее линейно до 900. А от 900 показания немного уплывают, то минус, то плюс. В общем, вот, если вы рассчитываете ваш девайс, например, на 20 вольт, то желательно, чтобы эти 20 вольт были не в пределе, то есть не в максимум. Поэтому, потому что будет кое-какая погрешность, блин, опять начинает отвлекаться на комменты и нить смысла уплывает. Хорошо, ладно, если так хотите комменты, давайте посмотрим, что вы там пишите. Привет, еще раз. О, блин, я все запорол. Я же вам там рассказывал, а здесь на маленьком экране. Все. Не сделал скринкаст. Точнее, наоборот. Ладно. Кто там, что там пишет. Начинаем. О, блин. блин стоит тут лечься на комменты и все что такое 712 я что-то упустил чувствую чувствую что-то упустил что значит current валуя равно она говорит оверсэмплинг оверсэмплэд давайте я вам расскажу кто не был на предыдущем стриме вот что делает функция она говорит оверсэмплэд она делает 256 измерений и выводит среднее арифметическое 256 измерений аналог грид и выводит среднее арифметическое этих 256 измерений то есть это по сути можно бы сделать было вот так собственно давайте мы и это сделаем сделаем rebuild мультиметр не умыл не умер он просто уснул от скуки что значит int я это говорил это тип переменной значение которое может быть от минус 32 тысячи что-то там до плюс 32 тысячи что-то там хорошо давайте вернемся к нашему смарту а стоп я его прошил и нет а блин я же отключил от юсб так прошел час в итоге я вообще ничего не сказал из того что хотел потому что во-первых я не склал план потому что у меня чуть стрим не сорвался хорошо сейчас что происходит на экране видите как показания клевляться это потому что я здесь сделал не усреднение а просто делаю одну функцию аналога рид для измерения напряжения то есть вы видите какие здесь что давайте я вам их и покажу собственно что и хотел сделать но потом потом отвлёкся есть такая замечательная программа опять же сериала стилоскоп она нам даст что нам даст наглядные ой не что то здесь вообще не так а блин у нее формат вывода другой а не тот что я сделал чтобы мы могли нормально работать программа серия лососкоп у нас должны быть запятые после значений делаем rebuild дэвтэч пишет что проблема в шунте вот этом вот ну а что здесь удивляться это это вообще не шут это по резистор у него отклонение плюс-минус по моему пять процентов по номиналу и еще кто знает сколько какая зависимость сопротивления от температуры но тем не менее они дешевые их можно купить ну штуки 3-4 соединить в параллель например и получить сопротивление если три штуки вот таких вот взять то будет сопротивление 0033 то есть очень маленькая они будут нагреваться по минимуму и соответственно плавать наши показания будут по минимуму так прошиваю так видите да здесь а блин я же вам не показываю собственно что я сейчас сделал здесь были пробелы да помните я рассказывал почему они здесь были а я их заменил на запятые собственно что позволило вот этой вот программе распознавать значение и по них рисовать графики ну как значение то есть я хотел сказать распознавать напряжение в данном случае будем говорить про напряжение так стоп синий не нужно нас пока что синий не интересует то блин я уже забыл какие пользоваться елки-палки дожился вот видите какие у нас здесь жесткие жестко значение прыгает это все потому что я здесь просто делаю одно 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 чтение на аналоговом порту дело в том что а цп у микроконтроллера ну в общем у микроконтроллера все очень близко расположено друг к другу и одни блоки наводят наводки на другие собственно цифровая часть наводит наводки на аналоговую из-за этого мы имеем вот такое вот вот такие вот показания плюс у меня комп довольно таки шумит по 5 вольтам все это передается а так как измерение происходит относительно питающего напряжения то есть все пульсации на вот этом вот отображаются сказывается точнее хорошо не могу и отвлекаться на комменты я вообще уже утерял с нет смысла как я вам сюда должен был рассказывать хорошо не суть владимир ульянов пишет отрезать два лишних два младших байта потом и средней да вообще можно можно попробовать даже можно попробовать это прямо сейчас но все равно если отрезать два байта то что мы мы получим 8 битное значение мы получим девиации девиации или где демиации блин ладно все не буду пытаться выговорить это слово ну короче когда показатели пульсируют уходи вот уходи 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 хорошо давайте попробуем делать вот так как говорит товарищ владимир ульянов давайте мы его послушаем сразу предупреждаю этот стрим будет интерактивным то есть я буду взаимодействовать со зрителями при помощи чата не знаю я не думаю что здесь так вот сильно вспомят поэтому я наверное включу озвучку чата чтобы меньше отвлекаться на на комменты по крайней мере их читать чтобы их просто слушал хорошо я надеюсь вы не будете сильно мне там троллить или еще что-нибудь в этом роде так сейчас давайте мы отрежем два лишних бита функции аналог рит то есть вы помните да что аналог рит функция возвращать 10 битное значение я просил не спамить почему стоп стоп давайте мы будем делать вот так надежда умирает последний то есть что это эта строчка должна сделать блин я тоже жестко начинает упить может быть перекур сделаем народ уже час прошел слушайте давайте наверное сделаем реально перекур в общем перекур я объявляю перекур в 10 минут я сам сейчас пойду кофе попью шоколад сожру и тогда вернусь блин не сделала жду на смотри детальку все коры а я жару аппоксимация интеграция хоровая стратегия для писта вот сэнда бритвы засчитай делители не поймут ну просто на что-нибудь другое отвлекаться ну просто на что-нибудь ну просто на что-нибудь Продолжение следует... 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 Ну что там вы тут? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... в общем я уже тут надеюсь вы вернулись кто уходил давайте вернемся к нашим баранам то есть к нашим исходником что я здесь делаю я просто вот этим просто вот этим вот строчками делаю она горит точнее вот этим вот строчками убирает два лишних битах то есть у нас значение будет только от 0 до 255 и мы здесь сделаем вот такой вот трюк так как мы здесь делаем 250 56 измерений то мы поделим средние вот этих вот 250 что мы сделаем так чтобы у нас все равно возвращалась значение от 0 до 1023 то есть мы здесь делаем деление на 64 мы делаем 256 измерений и в 8 битном режиме и потом делим их на 64 и за счет этого у нас удастся догнать те 8 те два бита которые мы вот здесь потеряли давайте сделаем rebuild и посмотрим что из этого получилось я жду на не убрал елки-палки это капец это фейл хорошо еще раз здесь вот я делаю чтобы функция аналог грит возвратила значение возвращала значение от 0 до 256 тем самым 55 тем самым отсекаю два лишних бита в которых в основном шумы как правило кто не понимает о чем я говорю то блин надо сейчас будет показать это на практике хорошо попробуем то есть теперь у нас функция аналог грит вот в таком вот таком варианте будет возвращать значение от 0 до 255 и при этом шумов практически не будет ну разве что если питание такое как у меня очень очень плохое тогда да и потом мы здесь делаем 256 измерений а потом мы делим это на 64 из за счет этого мы в два раза не четыре раза увеличиваем значение и таким образом таким образом у нас эта функция будет возвращать значение от 0 до 1023 то есть 1024 значения хорошо давайте это еще раз делаем ребилс на всякий случай да это же вам советую не ругаться потому что ну если модер и будет будут пропускать то я буду банить банить буду всех без разбора прошьем нашу ардуинку итак что-то я запорол наверное наверное надо было сделать вот так короче я так понял что это стрим у меня не удался потому что я вообще не в том русле двигаюсь в котором хотел бы которым планировал по крайней мере и так дрожание все равно остались но в отличие от просто аналог ритм они уже не такие частые вот давайте например так 15 вольт да видно здесь у нас 15 и 94 почему-то 100 ладно все равно шум и даже если запитать от аккумулятора там стоит диод который не позволяет при помощи которого напруга где больше или например из юсби или например из линейного стабилизатора от которого сейчас будет питаться уже питается плата я эти диоды не дает и короче не важно не суть заметьте действительно дрожание уже почти нету или может микроконтроллер завис а ну-ка ты смотри а не все равно есть сейчас вот эти вот клики это я убавляю на одну сотую вольта набрал вы можете видеть по вольтметру и по мультиметру давайте выставлю 15 вольт и мы откалибруем опять по 15 вольтам но я надеюсь я сумел донести свою мысль по поводу нелинейной СЦП если вы будете делать какой-то девайс вы рассчитываете так что рабочее напряжение которое вы чаще всего будете использовать будет примерно в середине значения в середине диапазона вот вот Минуты да? Ой. Ну вот, примерно, примерно 15 вольт. Давайте я буду добавлять сейчас по 0,01 вольта. Все равно шумы. Просачиваются какие-то шумы. Хорошо. Что там в комментах пишут? Хорошо. Продолжение следует... Блин, что-то я вообще разочарован, нифига не получается то, что я вам хотел донести. А все потому, что у меня чуть ли не сорвали стрим. Продолжение следует... Сложно какие-то еще смещения добавлять и прочее. Да, это все можно сделать. Но я хочу показать, что... Что? Говорите, на STM32 пересесть? Хорошо. Наверное, вот это и добавит моему стриму хоть какое-то движение, а то вообще ни о чем. Ну, хорошо, вы поняли, да? У нас по напряжению сейчас что происходит? Значение скачет плюс-минус 0,04 вольта. Просто так. Ну, то есть, когда напряжение находится посередине между одним побугаем и вторым, то оно скачет туда-сюда, то оно скачет туда-сюда, то туда-сюда. И, кстати, STM32 у нас будет на базе STM32F138T6. Здесь вот эта вот отладочная плата. Есть. С ардвиноподобным загрузчиком. То есть, те исходники, которые мы наваяли, сюда запросто ляжут, и все будет работать. Хорошо, я пока что сейчас все подключаю, а вы можете идти пока перекурить, опять же. Потому что минут 10, наверное, я буду все это подключать. Так, звук я выключу, но картинку оставлю. Может быть, что-то там бабахнет, то вам хоть какой-то экшен будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 с моего видео про ну короче с одного из моих видео сейчас прощу наш ваттметр все будет в среде ардуино и ДЕ никаких сторонних на всякий случай перезагружу хотя здесь в общем есть она вот 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 так что не прошелась а не прошелась хорошо вот он наш код в stm 32 и что-то здесь не так почему-то потому что здесь напряжение нет неужели я напряжение ток перепутал так это у нас что а здесь разрешение больше точно точняка я что-то затупил сейчас исходники поправим данные stm 32 был шим пример ну там у меня есть на лайв канале видео с двигателем который работал на частоте 20 килогерц то есть шим 20 килогерц короче долго объяснять зачем хорошо то нам не нужно ой от этого мы пока что откажемся хорошо опять же ага все ясно так у stm 32 в данной платы шим пошим а цп в 12 бит то есть это будет от 0 до 4000 95 до 95 минус единица сейчас пересчитаем здесь до 5 ампер ток хорошо сейчас пока я буду а пусть будет еще 11 52 2 0 а а и кнопку ладно пока кнопку использовать не будем ну пока будет компиляция прошивка я зачитаю коменты может быть на что-то удастся ответить можно быть и нет тихо сам собою тихо сам собой 6 блин мне эта песня зашла так давайте я сделаю сейчас напряжение 5 вольт и на 5 вольтах откалибруем так напряжение 5 вольт выставляем если здесь тоже будет нелинейностью значит действительно проблема с поделителем то елки-палки что все нельзя больше ну по резистор уже до упора стоит тогда надо поднимать рабочее напряжение так вот 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 опять же всем привет кто не слышал как я говорил всем привет начале может быть кто-нибудь просто присоединился на к нам опорное напряжение здесь напряжение питания а напряжение питания у stm 32 платы если точно так там это до 33 23 и 32 вот это и будет опорное напряжение что-то ушло вверх наверное надо было все-таки убавить они да а не добавить кстати замечательная плата вот это если ну я бы вам советовал обзавестись это даже если сюда прошить орденоподобный загрузчик это уже добавить ну очень неплохие возможности но и добавит геморроя потому что если говорить про орденоподобный загрузчик ну и программирование в ордену или ту там все очень сыро далеко не все работает даже далеко не все примеры работают а про библиотеки так я вообще молчу но тем не менее железо там круче несколько раз еще бы там был бы цап и вообще пацаны не было для блока питания это самое то что надо схема есть схему system 32 а зачем вам схема схема вот вот такие вот порты подключены к lcd а 0 и 1 используется для аналога для чтения cp вот и все схем если надо схему то тут схема есть в паблике только для ардуин ой блин не то кручу вроде и кофе выпил и все равно туплю так это что я убавляю блин а что за шумы такие дикие ни фига не понял а это же меня из компа просачивается точно смотрите я сейчас запитаю вот вот этого вот пауэрбанка вот все должно быть наглядно и все равно шума есть ну да тогда это уже макетка а может быть это не шумы а просто слишком быстро наверное хорошо но на пробу я сейчас более-менее откалибровал давайте знаете что я сделаю я добавлю выборок путь будет 1024 выборки так я сейчас сделал 1024 выборки то есть чтобы вот эта функция выводила средние 1024 измерений четырех измерений так на плате надо reset нажать чем этом прошивается не еще раз я вроде бы не прошилось так 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 Продолжение следует...